Всем здорова! У меня очень хорошее настроение, и я хочу себе его испортить, поэтому мы сейчас зайдем не в TikTok. Ладно, мы не сильно будем портить себе настроение, потому что мы зайдем в Instagram и будем искать там скейтбординг настоящий, по причине того, что его у меня в рекомендациях реально достаточно много, и там прям действительно годные сумасшедшие трюки. Ну и прикольные мемчики там бывают появляются, поэтому сегодня будет интересно, присаживайтесь поудобнее, а вы, суды, вставайте, потому что сейчас вы войдете в кадр. Внимание, я сегодня не один, со мной сегодня Серега. Слепнем вместе. Да, потому что у нас очень интересное освещение, но все ради контента. Так что, друзья, поехали! Начинаем смотреть на скейтбординг в Instagram. Кстати, потом в комментах напишите, как вам, тысяча лайков, и снимаем же сразу же реакцию на TikTok. Серега, ты готов со мной? Под этим светом нет, но в целом можно. В целом, когда будет получше погодка на улице. Да, 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 можно как только. Все, отлично. Значит, начинаем. Спасибо спонсорам канала за поддержку моего контента. Это кикфлип, G. Кикфлип. НЕСИ! Мне кажется, это тип просто, как я. Он огромное количество лет пытался сделать кикфлип нормально. И тут ему говорят, ну, сделай кикфлип, тут надо обрывом. И тип делает его не ракетой. И он такой... И я типа на таком шоке был, что думает, ладно, уже скинусь, я жизнь уже прожил. Все, что нужно, я прожил. Вот это хорошо. Типа, и как я снимаю своего друга, наверное? Амиго! Да, писта и спать. Ну как тебе ракурс, нормально? Ну, вот, Райан. Так, теперь меня снимает мой друг. Бывает, бывает, да. Да, да. Я как оператор прекрасно понимаю эту ситуацию. Абсолютно. Когда прошу у друзей, можешь меня снять? Да, конечно, шо? На ширик, да ничего сложного. Да, да, Томизия, я тебе сейчас так сниму. А, ты шо? М-м-м, спасибо. Снял? Да. Помогите. Не знаю. Ссылка здесь. Растишка не помогла. О, Алик Маджерас, уже трешка со скольки-то ступенек. Но там их много. А, сколько здесь? Чего, блядь? Нормально. Как оператор понимаю, блядь. Второй раз не скажи. Мир не без добрых людей, а ну. Нормально тянет. Какой конченый мужик. А ты прикинь, если бы он доехал и там убился просто. Ну, да, да. Машина нахер сбила бы, а мужик его спас. Какие добрые люди в мире бывают. Спасибо вам. Да, спасибо большое. Но без приколов, блин, Штем руководил в этом мире. Типа, видит, вот тип скользит по периле. Думаю, блин, скину его, пусть, блин, разъебется прямо передо мной. Ну? Благодаря мне. Ну, а чё? А чё он в камуфляже по городу ходит? М-м? Еще и прыгает на перилы. М-м? О, вот это нормально. А это он решил сам попробовать. Тот самый мужик уже думает, ладно, тот по периле. Я уже дома сейчас, пока никто не видит. Время скейт я у него отжал, камуфляж не вышло. Но зато смотри же, на что я умею. Да, да, да. Но я б, конечно, ВДшечку там чуть-чуть подналил, конечно. Там этот, это скрипят бушинги. Да не, это ВДшка. Что тут сказать? Да это жестко. Когда ищешь, всегда найдешь. Late big spin трудно найти, а еще проще потерять. Или это бэксайд лейдшовит? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Такой странный тюк. Кто это может быть? Немного самокатов стук. Бау. Бля! Бля, ну не повезло малому. Прям просто не повезло. Точная наводка. Сработало определенно. Тревожка. Big spin. Спайки. Ступеньки закончились. Они нарисованы. Лайн классный. Ты как оператор. Понимаю это как оператор. Ой. Но тут девочке прям не повезло. Она и так уже в защите. У нее зеленый нарукавник. Фиксатор. И слепи фифты не задались. Хотя может она просто хотела съехать. Да я понял в чем дело. Не было пандусов для скейтов. Говорил хилбой. Господи. Блин, ну это жестко. И не повезло прям полиция. Трешка. Ну мало. То есть тип до того как пошел в полицию. Катался на скейте. Да. Есть в диди порах. А у нас шо? А шо у нас? А у нас в квартире голос. Олли придумали в 1900 каком-то году. И вот тип до того как придумали Олли. Но Крукет почему-то придумали. Короче я сломался. Инстаграм тоже оказывается деформирует мой мозг. Я уже деформирован. А как? Ты же где смотри. Ну бит классный. А трюк это просто жесть. Это... Фронтсайд шевет. Лейт фронтсайд шевет. Ну нейросетки вообще озверели в наши дни. Слушай, вообще возможно. По причине того, что ну... Как? Ладно. Это скейс. Если вы тот самый как, напишите нам. Помогите. Помогите мне. Что? Слушай, вот это прям вау. Ооо. А это я сегодня... То есть он по факту вылетел эрли грэбом. Он сразу же за инди держал доску. То есть это не было эйр. А потом хватаешь за инди. Он держит ее за инди. Вылетает. Крутит флипом. Ловит обратно. Я думаю время тебе учиться такому. Ты же постоянно доску руками трогаешь. Что-то менять? Пишите в комментариях. Нужно ли ему это учиться. Я пойду это делать. Нолли Хард. Да, это Нолли Хард. Сколько ты это снимал? Серега. Да, это Нолли Хард. Но то, как он сделал это, это просто вау. Невероятно. Какое но? Это Нолли Хард. Это лучший выпуск. Ой-ёй. Он не сломал ее? Ну, продолжение мы не знаем. Но выглядит так, будто вроде более-менее. Я сразу подумал, что сломал. Потом передумал. У меня такой телефон в детстве был, который вот так делал, как его нога. Сейчас новые такие выпускают. Самсунг, напишите мне. Запрещаю писать Самсунгу. Не буду. Вот такой звук. Обожаю. И тапки, данки, люто. Ты же любишь пауэрслайды. Конечно, я люблю пауэрслайды. Это все, что я умею. Дальше. Больше. О, вывез. Принцесс фью. Блин, нормально шоу. Если поугарать, то это выглядит так, будто, знаешь, вначале он сделал бигспин. Потом не мог его увезти. И типа вывез вот таким способом. И потом другие трюки также. Но без прикола это очень сложно. Прям очень сложно. Мне кажется, это из тех людей, которые в магазине с посудой, вместо того, чтобы купить один нормальный нож, покупают набор ножей под каждое блюдо. Для сыра, для рыбы. Ну, то есть, нахер не всратые вообще ножи вам в жизни. Вам нужен только один сантоку 20 см поварской из каленой стали. Зачем вы это покупаете? Вот та же самая фигня с этим скейтером. Что с ним не так? Слушайте, нож. Скейт. Да поймут. Ладно. Объяснишь потом. Спокойно, все. Все посмеялись. Все. Чикен трофлип. Блин. Это тот самый чувак, который хвастается перед вами палеными данками и трэшером. Потом берешь курицу, делаешь рис с курицей терьезы. Как это, господи, ужасно. Делайте допражнение каждый день и курица будет вкусной. Без соевого соуса она не будет вкусной. Карри. Добавляйте соевый соус. Имбирь нарезанный очень мелко. Мед. И вообще песня будет. Чесночка туда. Бордслайдик. Я видел этот видос. Мясо. Просто мясо. Вот про эти пандусы для скейтов я тебе и говорил. Но я удивился сразу, типа смеялся, думаю, что это разве смешно. Но все мы знаем Серегу как боемиксера. Томик Беймикс все-таки. И теперь для тебя видос. Как это произошло? Очень просто. Жесть! У меня была подобная ситуация, когда я катался в нейтрайт с друзьями. Я весь день думал, что у меня люфтит рулевая. Я ее каждый раз подкручивал. Делаю трешку и примерно с таким же движением, ну, слава богу, на спирилы, вырываю себе руль, потому что у меня треснула вилка. И она так разделяется, как молекула. И у меня получилось два велосипеда. Вырвать моментик с дабл пега, страх, боль. Ты это не законтролишь. А, я еще видел на почтовой, когда я катался, кто-то тоже с 12 что-то делал и руль отлетел. А, это с дроп, это Брэйл Дэд? Дроп, да, Брэйл Дэд. Это мой друг Валера 2007 Панк. Да, это он. А ну? А-а-а! Лейкерс ждет его. А-а-а! Кайл Вол... Это ж он производит кроссовки, крутой чувак. Да, а вот я был на этом споте, где он это делал, там очень жесткий пролет, ну прям жесточайший. И я там реально хотел сделать олли, просто олли. Тип сделал фронтсайт на свитч мену, и еще и свитч фронтсайд аут, или свитч бэксайд аут. Это, 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 это страх. Все только в вашей голове. Вы сами можете делать свои кроссовки. О, пара сборочки. О, там все? А, это оно. Да, ну нормально. Это что, тот мужичок, который секьюрити? Не видел видосы? Ну тут какой-то секьюрити, и вот типчики, получается, катались, снимали, и это толкнуло. Где-то был видосик один, где вот чуваки-скейтеры катались с парнишкой такой очень большой. А, это он? Все, я понял, да, я видел, все, я сразу просто вылетел из головы, теперь вспомнил. Да, походу это он. Не, ну вообще круто, когда ты катаешься вот на споте. И у тебя секьюрити. И у тебя секьюрити от других секьюрити. О, ну секьюрити на секьюрити, что получается, минус или плюс? А, так да ладно. Ну просто это очень жестко, я думаю, блин, ну вот сейчас он сделает, и меня это уже не удивляет. А тут меня удивило, на самом деле, то, что он не сделал. Мне больше нравится музыка, как из лифта. Он промазал рукой. Ну да. Я сразу не заметил. Но я боюсь, что это не с первой попытки, так что тосты уже грязные. Сэн, зацени видос, это просто жесть. И ты тоже, Серега. Собственно, так и прощаются с ребрами. Благо у Сэмика все в порядке, да? Кататься завтра поедем? Или сегодня кататься хочешь? Да, но мы не сейчас, поедем чуть попозже. Сейчас, пока ты отдыхаешь. Продолжение на пустье. Вау! Вау! Это, это вау! Это просто вау! Я не знаю, это вау! Чё? Типа, вправили ногу после того, как она приземлилась напрямую нормально? Или он? Я ничего не понял, я думал, просто что-то в носке дёрнули, я думаю, что за... Ну вот, я тоже не понял до конца. То есть, делает трюк, приземляется на принтере. И вот, следующий кадр вправляет ногу. Хрустит жёстко. И вот, что-то наделает. Так надо было сразу землить нормально, что за глупости? Зачем потом ногу трогать? Ну, я не трогаю ногу. И на что ты рассчитывал, друг? Кстати, ещё нормально отделался. Типа, хотя бы, не затылком. Ну, просто, когда ты летишь вот так на лайтах, у тебя тело расслаблено, и во время призема, ожидаемо, что будет какой-то трэш. Но тут ещё и у типа доска сломалась. То есть, это ещё жёстче. Топ-10 неожиданных переходов. Я не знаю, как это ещё назвать. Это уже моя стихия. Вот, нормальный тиклип, наконец-то. В ТикТоке. Ой, в Инстаграме, в ТикТоке такое не заливают. Красавчик, просто респект. Лайк. 19 тысяч людей согласны с тем, что ракетный тиклип — это хорошо. Вы тоже, может быть, согласны с этим? Блютер, что ли, а ну? Ну, а сейчас дальше трюки будут ли они? Я не понимаю, что за... Я не понял, зачем здесь скейт. Я жду видос этого челика, только с гладильной диской. Потому что что? Потому что серфинг — это круто. Блин, реально похоже. Мне нравится. А делает вид, что ему не больно. А затылочка там уже стекает. Я пытался сделать вид, что мне не больно, но я не помнил даже, что вообще произошло. Да, я помню это прекрасно. Влад, ты упал. Что? Кто я? Я что, ютубер? А у меня есть девушка? А я денег есть у меня, да? А что я делал? А Сонька? Сколько Соньки? Что я делал? А я скейтер, да? А куда мы идем? И вот так раз в 50, наверное, в протяжении 20 минут. Мы думали, что его ушел кокнуть, что он нас разыгрывает. Но оказалось, это была не постанова. Я знал его, блядь, второй день. Вы прикиньте, вот так вот челик зовет кататься. Пошли, Серега, поснимаем. Второй день вот такая фигня. Я думаю, ну, нормально, поснимали. Блин, ну не вовремя. Реально вот такая дичь. Вот прям, хочешь трюк сделать? Пожалуйста, реконект контроллер. Каждый раз такая ситуация в Плазе, когда катаюсь, еду, еду, что-то. Так, что-то прыгаю, и что-то ничего не происходит. Я думаю, ну, поеду-ка я домой. Это такая жеза. Не то, чтобы каждый день, не, наоборот, добавляют моменты, когда ты реально в 7 утра просыпаешься, чтобы, блин, поехали. Поехать, покататься на утренний сэшн. Я не получаю. Хорошее настроение, но получается встать только примерно вот так же, как в этом видосе. Вред, это круто. Это прям вау. Ну, я так недавно спину повредил. Ходил весь день вот так вот. Это, это, по-либо, супер жестко. Очень классно было. Мне понравилось. На! Жесть, ты ладно. Сколько людей он сбил? Ну, раз-два минимум. Да нет, человек до пяти. Это спеер, это не страйк. Это надо добавить вот в те видосы, когда вы вводите в боулинг-клубы, и там сверху вы забиваете что-нибудь, и там показывают нереальный просто ролик с вот этими кеглями мультяшными, все красиво, и там что-то взрывается. Ну, здесь, кстати, реально будто NPC. Ну, твою мать. Смотри, первые успели отбежать. А эти нет. И так реально каждый день. То есть, ты когда в парке, ты... Ну, точно никого вот поехал, прилетаешь сразу же у малого. И они так, из-под земли. Да. Как тебе, Серега, этот контент? Невероятно! Ну, мы пытались реально, на самом деле, типа, смотрели вот так видосы, проматывали там обычное, потому что хотелось найти что-то более-менее интересное, но нашли достаточно много трэша. И круто, что это есть в Инстаграме, потому что вот в ТикТоке я прям его до хрена, а в Инстаграме мне обычно вот попадался реально скейтборнинг, а тут всякие прикольчики, что-то жесткое. Но, конечно, сегодня и падений достаточно много. Посмеялись. И посмеялись. И знали что-то нового. Да. Что лучше купить один нормальный нож, а не вот эту фигню, блин. Ты будешь смотреть со мной ТикТок, если здесь сейчас наберется тысяча лайков? И... Конечно. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо тем, кто досмотрел до этого момента. Надеюсь, вы еще не седые. Желаем вам хорошего настроения, счастья, успехов в личной жизни. И ждите новый видос. Очень скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok